Девочки, всем приветики! Ну что, эта подушка-то действует? Конечно, не так, как я планировала, но лёд она трогает в нужном направлении только так. Короче говоря, вот вам фоточка. Девочки, сейчас я вам расскажу один из секретных рецептов, по которому я похудела после первых родов. В роды я пошла килограмм 120 была, и вот он маленький Сашулька, и через несколько месяцев я уже выглядела так, что могла фотографироваться даже с такого ракурса. Девочки, погнали! Это субботнее видео, я иногда по субботам что-то делаю такое, не в тему канала, но всё же. Понадобятся кабачки, масло. Знаете, какое масло я взяла? Я беру вот такое масло грецкого ореха. Это не обязательно, можно просто растить. Два яйца, йогурт, мука и разрыхлитель для теста. Соль, сахар по вкусу. Но сейчас вы всё посмотрите, и так как это желательно есть почаще, ну, чтобы похудеть-то быстрее, надо попытаться распробовать вот это блюдо, только солёное. Попытаться. Нет? Всё равно поможет, девочки. Я проверяла, худеец классно. Далее, кабачки. Кабачки берём вот такусенькие, малюсенькие, вот такие. Деточки кабачков берём. Мы не берём эти наши торпеды, которые у нас продаются переростки. Надо брать вот такие. Если хотите очень быстро похудеть, эту деревяшечку эту не отрезайте, но я сильно быстро не хочу. Поэтому я их срежу, эти кабачки. Нужна ещё тарелка и нужна тёрка, желательно крупная. Всё. И начинаю тереть. Кабачки свежие нужны, да, без этого никак. Итак, готово. Не забудьте чистить нельзя. Это зелёненькое в нашу пользу сыграет. Всё. Убираем. Это в последнюю очередь будем добавлять. Дальше. Предлагаю взбудорожить яйца. И добавляю йогурт. Это простой йогурт, не сладкий никакой. Турецкий обычный йогурт. Девочки, можно миксером. Я просто, чтобы видео сильно не шумела, делаю не миксер. Масло. Ой, как красиво. Шибуршим дальше. Добавляю муку. И разрыхлитель для теста. И сразу соль, сахар по вкусу. Тесто готово. Беру наши подготовленные кабачки. Один к одному. Чем больше кабачков, тем нам лучше. Так, всё подружилось. Тесто почти не видно. Это всё хорошо. Калорийность, девочки, я вас умоляю. Кабачки, по-моему, 29 калорий. Они обнулили все остальные компоненты. Плюс клетчатка. Всё будет шикарно. Шикарно вы. И теперь главный лайфхак. Вот это всё надо жарить не оладушками, не симпатичными, надоевшими на обычной сковородке с маслом. Мы сейчас масла не добавляем. Я беру свою старую-престарую вафельцу. Вафельница из самых простых. И сейчас здесь мы будем делать суперские оладьи, но в форме божественной, роскошной венской вафли. Слышите, как всё шипит? Это готовятся наши маленькие попочки. Угу, угу. Точно, точно. Мощность у вафельницы очень маленькая. Я сейчас вам сразу ещё какой получается? Уже четвёртый лайфхак. То есть первый лайфхак. Мы не чистим кабачки. Второй берём маленький. Третий. Выпекаем оладьи в вафельнице. И сейчас четвёртый. Это просто добить весь лишний вес. Сейчас я вам покажу, чем это всё запивать. Итак, давайте эту партию проверим. Ага, маловато я их ела, но они уже поджаристые. Выглядят хорошо. Внимание. Снимаю. Побольше в уголочке для красоты. Давайте. Поехали дальше. Чтобы прям венская вафля была. Четвёртый. Необходимое, чтобы быстро сбрасывать вес. Нужен натуральный кофе. Заборец. Чтобы все процессы ускорились. Я беру свой габет. Набираю на три чашки. Кипяток. Хочу много кофе, чтобы помогло наверняка. Верхняя часть. Кофе я буду делать в Мехмед и Финди. Это самый популярный кофе. Когда его готовят в турках, то люди обычно плюются. Потому что оно горькое. А в габете это просто шик. Шик и красота. Мне надо три ложки. Раз. Два. Три. И нужна спиртовая горелка. Заработала. Закатываю ее. Все. Вот она конструкция. И я забыла закрыть крышечку сверху. Закрываю все. Сейчас кофе будет. Итак, кофе готовится сам. Побулькивает уже. Наблюдайте здесь. А здесь я делаю себе похудательный. Ой, еще сыровато. Еще сыровато. Можно еще пить. Давайте смотреть, как закипает. Смотрите, вода уже наверх поднялась. Сейчас я размешаю. Чтобы все сразу было. Ой, как пахнет вкусно. Я сейчас у вас тут, отчасти, в обморок упаду. Внизу закипело. Полное будет. О, кофе желательно не передерживать в таком состоянии. Вот отсюда очень вкусно пахнет. Убираю спиртовку. Закрываю ее. И сейчас будет круто. Смотрите, последняя допила. Последние бульки. Вот из этого можно сделать отличный скраб. Это умопомрачительно. Так, пока мы с вами заваривали кофе. У меня здесь уже вафельки доделываются. Шикарно. Ну вот кто скажет, что это оладьин? Да никто не скажет. Не имеют права. Еще одну порцию. Я же хочу сильно похудеть. Поэтому надо есть их много. Честно скажу, очень классно выглядит. Чем-нибудь таким украсить можно в прикуску. Они вкусные. Я бы даже вам сказала, для начала попробуйте соленые. Пропекать надо хорошо. Хорошо все идет. Вытаскиваем. Красота хрустящая. Теперь кофе. Ой, как вкусно пахнет. Девочки, я пью кофе из чайного стаканчика. Но мы здесь все свои. Вы мне это простите, я думаю. Очень приятная горечь. Можно чем-нибудь конфеткой и лукумкой оттенить. Будет хорошо. Ну, я очень крепкий сделала. Я люблю-то. Ну, мы же договорились. Мы же сало топим, а не кайфуем. Поэтому иду на такие жертвы. Очень хорошо. Допекается последний. Я предлагаю, знаете что? Протестировать на детях. Сейчас мы Сашу позовем. Он скажет. Съедобно, несъедобно. Саша, тут женщины хотят тебе вопрос задать. Жрать такое можно или нет? Попробуй. Вот это можно есть или нет? Расскажи сейчас, Китинка. Есть можно? Да. Вкусно? Нет. Короче, девочки, есть можно. Но как бы вкус не детский, да. Вот это взрослый комплект. Попробуйте, попробуйте. Всем хорошего настроения. Скоро Новый год. Вы же готовитесь к чему-нибудь приталиному правильно? Вот мы начали подготовочку. Подписывайтесь на канал. Всех люблю, всех обняла. Ставьте лайк этому видео. Пока-пока. Отмечайте всех худеющих. Девочки, лавровый лист. Целое дерево. Вот так он плодоносит. Хохоряшки. Это же лавровый лист, сейчас я понюхаю. Да-да-да, лавровый лист. Плодоносит отлично. Ягод много. Не знаю, что с этим делать. Пахнет вкусно, свежачок. Никому не нужен. А это что такое? Кто знает? Это что? Неизвестное дерево. Листики похожи на авокадо. Но это не авокадо. Одна такая вот штука. Продолжение следует... Продолжение следует...